До конца чемпионата мира по футболу в России все меньше времени. Позади, второй полуфинал Мундиале, в котором встретились сборные Хорватии и Англии. За этим матчем россияне следили с повышенным вниманием, виной тому хорваты, которые в 2007-м помогли сборной России попасть на обернувшейся сказкой Евро, а в этот раз не дали команде Станислава Черчесова продолжить борьбу за кубок. Лента.ру, о том, как англичане и хорваты делили вторую путевку в финал ЧМ.Неожиданные усиления и англичане приехали на чемпионат мира одной из самых молодых команд. Средний возраст трех львов, неполные 26, младше только немцы и нигерийцы. После очередного неудачного турнира, чемпионата Европы 2016, где их в одном восьми в финал остановили исландцы, в команде сменилась равно половина состава, вместо Роя Хаджсона сборную возглавил Горец Утгейт. Сборная Англии действительно нуждалась в свежей крови. Родоначальникам футбола жизненно важно было снять с себя проклятие неудачников. Первая и на данный момент последняя победа англичан на чемпионате мира датируется 1966 годом. Новое поколение ожидания оправдало точка. На групповом этапе ЧМ-2018 англичане встречались с Тунисом, Панамой и Бельгией. Если первые две команды были клиентами трех львов, то с Бельгией пришлось тяжело. Красные Дьяволы выиграли с минимальным счетом и оставили англичан на втором месте в квартете Гэ. Уже тогда было понятно, что этой победой бельгийцы заказали себе дальнейший путь. В итоге после побед над японцами и бразильцами они уступили французам. Англии повезло больше. В одном восьми финала им противостояли колумбийцы. В четвертьфинале, шведы.С составом у англичан в этот раз тоже полный порядок. Саутгейт предпочел схему с двумя форвардами, Харри Кейном и Рахимом Стерлингом. Первый, кстати, в очередной раз провел прекрасный сезон за Таттенхэма с 30 мячами и в 37 матчах стал вторым в гонке бомбардиров Аппл. До рекорда Мохаммеда Салаха из Ливерпуля ему не хватило лишь двух голов. В России Кейн также хорош. К полуфиналу ЧМ он подошел лучшим снайпером, забившись голов.Полностью сменился после Евро-2016 и состав галкипера в сборной Англии. Теперь в воротах. Молодой Джордан Пикфорд, дебютировавший за взрослую команду меньше года назад. Пикфорд Но зрелищности игре такая тактика придаёт. В целом сборная Англии сейчас смотрится куда сильнее, чем хотя бы два года назад. Если тогда в успех не верили даже на их родине, то теперь болельщики от этой команды просто без ума. После выхода Англии в полуфинал фанаты за несколько минут скупили авиабилеты на все возможные рейсы до Москвы.Солидный коллектив болельщики сборной России поделились перед этим матчем на два лагеря. Одни, в обиде за поражение россиян в четвертьфинале, желали хорвать из скорейшего вылета, другие твердили, пусть хорваты берут кубок. Получится, что наша команда проиграла чемпиону мира. На групповом этапе шашечные выиграли все три матча, с нигерийцами, аргентинцами и исландцами. А вот после поединка 1-8 финал из Дании, который закончился победой хорватов по пенальти, заговорили о банальном везении, чудеса Каспера Шмейхеля, в виде взятого 11-метрового в дополнительном тайме еще двух. В послематчевой серии, датчан не спаси. В четвертьфинале Хорватию ждала сборная России, сенсационно обыгравшая испанцев. Россияне бились до последнего, сравняли счет за несколько минут до конца дополнительного времени, но в серии пенальти все же уступили точка. Несмотря на это, сборная Хорватии на нынешнем чемпионате мира очень сильно, шашечно играют в одного нападающего, потому что второй им просто не нужен. Мария Манджукич на турнире почти не забивает, но за него это делают полузащитники. Команда Златко Далича имеет едва ли не самую мощную среднюю линию в мире. Точка ворота хорватов защищает 33-летний Даниэл Субашич, футболист Монако, обессмерный галкипер национальной команды с 2014 года, когда из сборной ушел Степеплетикоса. В матче с датчанами он отразил три мяча в серии пенальти, а в четвертьфинале взял удар Федора Смолова. Правда, произошло это скорее из-за ошибки форварда. Шопко хорватский мяч с англичанами-хорваты, несмотря на изнуряющий график этого ЧМ, начали резво, однако на российском мундиале бал правит стандарты. Защитник англейки Ран Трипье удачно пробил со штрафного, перебросив мяч через стенку в ближнюю девятку. И вот уже английская команда ведет в счете, для них этот мяч стал девятым из 12 забитых на турнире со стандарта в точку.После пропущенного гола хорватская команда ненадолго перешла в состояние гроби, подарив англичанам еще несколько голевых моментов. Забить могли Гарри Магуаев, с углового, Харри Кейн, правда, уже из-за фсайда. Задумка хорватов обыграть соперника на контратаках провалилась, родоначальники футбола действовали очень комфактно, и им требовался запасной план. Англичане же, не сумев реализовать имевшиеся у них моменты, стали реже атаковать и окопались на своей половине. Сколько бы хорваты не владели мячом, соперник не давал им развернуться на последнее третье поле. Болельщики вполне могли загрустить из-за отсутствия хотя бы одной латиноамериканской команды на этой стадии ЧМ, бразильцы, пусть не всегда удачно, все-таки пытались создавать яркие моменты, а этот полуфинал, как и предыдущий, выглядел пресновато. Второй тайм положение не улучшил. Хорваты стали чуть быстрее и наглее в атаке, англичане, стараясь удержать счет, больше спорили с судьями, чем пытались наладить игру на чужой половине поля, а нужно было играть дальше. Резиновыми курицами матч не выиграть. Соперник понял, пора действовать. На 69-й минуте хоббек хорватов Иван Перешич в прыжке распечатал ворота пик Форда и вернул этому матчу драйв. После забитого мяча хорватские футболисты почувствовали, что ситуация вновь в их руках, и еще есть шанс дотянуть до очередной серии пенальти, а может, и вовсе выиграет поединок в основное время. Перешич попал в штангу, Мадрич, несмотря на габариты, боролся за воздух. Видово одушевленно славил не Украину, но Хорватию. И было за что. Концовка встречи вышла напряженной, но забить друг другу соперники не смогли.Нас, к счастью или к ужасу, снова ждало дополнительное время, для хорватов оно уже стало обыденным, как-никак уже третье в этом плее. Команда Далича нацелилась на новый рекорд выносливости. Силу обоих полуфиналистов оставалось все меньше, хотя иногда случались вспышки активности. Новый одноклубник Роналду Мария Манджукич мог вывести хорвата вперед в первом экстратайме, но Пикфорд заблокировал его удар.Оставалось еще 15 минут игрового времени. А что ждало нас в серии пенальти? Хорваты вытащили уже две такие предыдущие серии, а англичане вроде бы избавились от проклятия, преследовавшего их на ЧАЭМ. Обыграв по пенальти колумбийцев точка только до 11-метровых дела не дошло. На 108 минуте все тот же Манджукич выскочил на передачу перешече, пробил в дальний угол и лишил англичан первого за 50 лет финала чемпионата мира. И подарил хорватам первую в истории путевку в решающий матч Мундиала. Субтитры сделал DimaTorzok